Война на востоке Украины началась в 2014 году. В 2015-м ее горячая фаза была остановлена. Но сейчас, спустя 6 лет, в Москве и Киеве говорят о резкой эскалации конфликта. Почему две страны оказались на грани войны именно сейчас? Война на востоке Украины, по большому счету, не останавливалась все эти годы. Но сейчас в Москве заявляют о готовящемся украинском наступлении на самопровозглашенные республики. А в Киеве опасаются российского вторжения по всему периметру российско-украинской границы. Действительность действительно весьма пугающая на линии соприкосновения. Провокации со стороны вооруженных сил Украины имеют место. За прошедшие 6 лет в нормандском и минском формате стороны неоднократно договаривались о перемириях вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Последнее и, наверное, самое успешное перемирие было установлено в Донбассе летом 2020 года. Оно продержалось 6 месяцев. Но сейчас ситуация вновь обострилась. Как мы говорили, мы повертаем всех и в рамках и минских договорностей, и в рамках договорностей наших в нормандской четверке. 26 загиблых. Військовые делают все, чтобы защищать нашу державу и чтобы поддерживать режим припевания в огне. Одна из возможных причин обострения конфликта – это санкции, которые президент Украины Владимир Зеленский ввел против Виктора Медведчука. Этого украинского политика называют кумом Владимира Путина и очень близким к нему человеком. Плановые учения на юго-западных границах России были завершены еще в марте. Но после этого эшелоны с военной техникой продолжали ехать с востока на запад. В социальных сетях появилось множество фотографий и видеозаписей, переброски войск через Крымский мост, а также огромного полевого лагеря, который российские военные разбили прямо в поле чуть южнее Воронежа. Опа-чки! А тут вообще жопа! Тут не только техника, тут еще и куча бойцов, блин! И вот первые пираты! Трагическая история, которую обсуждают по обе стороны границы – это гибель мальчика в небольшом селе Александровское под Горловкой на территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Силовики ДНР обвинили в гибели ребенка украинских военных. Они утверждают, что якобы украинский дрон специально пролетал над селом и сбросил снаряд на ребенка. Журналисты и независимые исследователи ставят эту версию событий под сомнение. Село Александровское находится в 20 километрах от линии фронта. И непонятно, зачем какому-нибудь ударному дрону преодолевать такой путь, чтобы сбросить снаряд на ребенка. Серьезное обострение в Донбассе. Погиб ребенок, ранена женщина в результате атаки беспилотника. За сутки зафиксировано 14 обстрелов со стороны украинских силовиков. И по населенным пунктам вели огонь из крупнокалиберных орудий впервые с лета прошлого года. Известие о гибели 4-летнего мальчика из Донецка, который родился и умер на войне, так и не увидев мирного неба, на всех украинских телеканалах не замечают. Украинские пропагандисты объявляют Владика фейком. Историю о погибшем ребенке сейчас активно раскручивают российские государственные медиа. Почти так же, как в 2014 году это было с историей про якобы распятого мальчика в городе Славянск. Это один из самых сложных вопросов. По мнению многих наблюдателей, на территории Украины Россия воюет с Соединенными Штатами Америки. И в этом смысле нынешняя эскалация вооруженного противостояния – прямое следствие резкого ухудшения российско-американских отношений. А там и президент, и премьер бывший и будущий, и вся оппозиция так или иначе связана с западными странами. Но окажите на них влияние тогда. Чего толдычить-то, извините, каждый раз, что Москва должна что-то исполнить. Все, что мы должны были исполнить, мы исполнили. Я очень надеюсь, что их не будут подзуживать политики, которые, в свою очередь, будут подзуживать Запад во главе Соединенными Штатами. Набагато простейше сказать, что внешний враг, у них сейчас враги Соединенные Штаты, у них своего часа враги были грузины, сейчас у них враги украинцы. Они сами себе это выгадывают, и для них внешний враг – это элемент вырешивания их внутренних проблем. Военная ситуация вдоль линии соприкосновения в Донбассе остается неизменной с 2015 года, когда были заключены Вторые Минские соглашения. Но в социальном и политическом плане в самопроизглашенных республиках за эти годы изменилось многое. В первую очередь это связано с процессом паспортизации, которую Россия ночевала среди жителей ЛДНР. За последние два года почти 600 тысяч жителей Луганской и Донецкой областей получили паспорта граждан Российской Федерации. Признание самопроизглашенных республик в их нынешнем виде как самостоятельных государств или присоединение их к России многие считают маловероятными. Дело в том, что ЛДНР – это примерно 30% от территории довоенных Донецкой и Луганской областей, и они очень зависимы от тех территорий, которые по-прежнему находятся под контролем Украины. Россия настаивает на том, что мир на востоке Украины может наступить лишь в случае выполнения вторых Минских соглашений. Этот документ был подписан в феврале 2015 года, и с тех пор ни один из его пунктов по большому счету не был выполнен. Самый правильный способ – исполнить Минские соглашения. Ведь никто же не заставлял, это же компромиссный документ. Ну нет ничего, кроме Минских соглашений. Если начнется пересмотр Минских соглашений, вся ситуация вообще может зайти в тупик полный. В Минских соглашениях написано, что если это касается Донбасса, это должно быть согласовано с этими регионами. Никакого согласования нет. Но вот это, безусловно, настораживает. С того периода времени, когда они тогда подписывались, и сейчас, это уже совсем другая ситуация. Единственное, что я хотел бы заметить, я не понимаю, в какой способ и на основе чего Россия считает, что мы должны менять Конституцию. Но мы же не лезем в Россию и сказать, что меняйте свою Конституцию. Вот это им большая война не нужна, а вот это так кошмарить, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и людей в напряжении держать, вот это им нужно. Выход садиться и разговаривать. Сейчас не поздно. Садиться и разговаривать. Ну, компромисса, я думаю, я не знаю. С моей точки зрения, она вряд ли, потому что сколько здесь народа обозленного, сколько там, я не знаю, просто что даже сказать. Хотелось бы, да, чтобы это все решить, как бы, без потерь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!